Турнир начался с минуты молчания. Таким способом ветераны волейбола помянули своих товарищей, ушедших из жизни, с которыми долгое время были единомышленниками в данном виде спорта. Кроме того, волейболисты пригласили на турнир жен уже ушедших игроков и вручили им цветы. Далее, после вступительного процесса, развязалась не на шутку азартная игра. Спорт вне границы возраста. Именно такой девиз вполне подходит ветеранам волейбола. Участники демонстрировали невероятное мастерство и боролись за каждый балл. По эмоциональной напряженности, можно сказать, турнир стал настоящим праздником. Максимальный возраст спортсменов составил 73 года, а минимальный – 38. Но для некоторых это не помеха. Именно поэтому ветераны играли на одном уровне с молодежью и отважно боролись за победу. С 15 лет я в волейболе, в 73-м году в Чичуул приехал и все время в команде. Но сейчас уже по возрасту, мне 73 года, поэтому уже как играющий тренер получаюсь. На площадку два года назад еще вставала, а сейчас уже не встаю. Но команду поддерживаю. Каннская районная команда всегда на нем занимала первое место. И сегодня тоже будет первое место. Это я гарантирую. Турнир проходил хоть и в эмоциональной, но дружеской и позитивной обстановке. Уважительное отношение к соперникам вне площадки и дерзкая борьба внутри нее – именно это стало отличительной чертой турнира. В этот день собираются волейболисты, ветераны спорта. И мы чтим память тех волейболистов, которых уже сегодня нет, которых сегодня с нами нет. Мы чтим память и не только чтим память их на площадке, но и поминаем. На сегодняшний день, конечно, ряды немножко поредели. Это не говорит о том, что мы забываем наших ребят, которые нам приходилось играть на площадке. Я помню, когда команда была «Строитель», я играл за команду «Строитель». И на сегодняшний день из команды «Строитель» из семи человек остался я один. По итогам игры со счетом 3-2 победу одержала команда из Каннска. Победителям был вручен памятный кубок. Остальных участников организаторы наградили грамотами.